Здравствуйте, мы возвращаемся в прямой эфир репортера. Меня зовут Григорий Блад. Сегодня в нашей круглой студии мы говорим о некотором обострении дипломатических отношений Украины с соседними государствами. С Россией очередной виток. И вот неожиданно обострились отношения с главным адвокатом, пожалуй, Украины в ее европейских стремлениях. Это Польша. И тема нашей сегодняшней программы. Михаил Кацин, политолог. Михаил, добрый день. Добрый день. Алексей Еремицин, депутат Одесского госсовета по блогу. Добрый день. Михаил Смушкович, глава городской организации блока Петра Порошенко «Солидарность». Здравствуйте, Михаил. Наш интерактивный вопрос. Давайте порассуждаем. Могут ли подобные дипломатические конфликты изолировать Украину на внешнеполитическом поприще? Да или нет? Подведем итоги в конце нашей программы. Итак, нардеп от блока Петра Порошенко Иван Винник накануне собрался предложить внести в законопроект о реинтеграции Донбасса поправку, которая предложила бы разорвать дипломатические отношения с Россией. Поправку вчера в результате не внесли, но резонанс получился невероятный. Не исключено, по мнению нардепа, что этот вопрос будет рассмотрен уже на следующей неделе, на очередной сессии парламента. Почему вчера, на ваш взгляд, не дошла суть до дела? Из-за резонанса испугались вносить поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией или поспешили? Я могу сказать, что партия «Блок Петра Порошенко», так же как и оппозиционный «Блок», является «Блоком». И определенные процессы там есть разные. Общеизвестная фамилия людей, которые, наверное, являются одними из самых ярких критиков «Блока Петра Порошенко», при этом сами прошли благодаря этому списку, стали народными депутатами. А некоторые из них точно бы не стали депутатами, если бы не было бы, не будь они в списке. Поэтому, на самом деле, это просто вид внутриполитической борьбы. Я не открою большой тайны, что вчера было заседание фракции, вообще всей фракции «Блока Петра Порошенко», которая эту поправку не поддержала, как я думаю, не поддержит ее сессионный «Блоком». То есть это личная инициатива господина Винника? Да. На самом деле, абсолютно любой народный депутат, не имеет значения, от какой фракции он избран, или вообще является он мажоритарщиком, может подать любую поправку и заявить об этом СМИ. Поскольку тут была тема резонансная, это подхватили, пошли достаточно бурные обсуждения. Но и опять же, благодаря тому, что вчера фракция и прошла, я думаю, что поэтому определенное схлопывание этой темы произошло, потому что была достаточно четкая реакция. И тут говорить уже внесли, не внесли, это уже начинается конспирология, не более того. А почему Блок Петра Порошенко, большая его часть, против этой поправки? Ведь это очень хорошо вписывается в нынешнюю политику Украины. По сути, Россия признана страной-агрессором, почему бы не разорвать дипломатические отношения? Ну, потому что если бы у нас был классический конфликт образца 20 века, безусловно, это оно естественно было бы. Поскольку у нас идет гибридная война, в которой очень сложные и дипломатические есть усилия, и военные усилия, и много всего другого, ну, как бы, естественно, действовать методами 20 века может себе позволить господин Путин, но не может себе позволить Украину. Вот то, что Блок Петра Порошенко, вот это разрозненный, да, как оказалось, не такой монолитный, как нам казалось ранее, но тем не менее, вот получается, что провластная партия, которая, ну, лидер которой... Один из депутатов провластной партии. Да, президент, как будучи, там, лидером, да, организатором этого блока, идеологическим таким, да, центром, заявляет всячески о том, что Россия страна-агрессор, что Россия ведет войну против Украины, но при этом его партия вот так вот... Я с разрешения перебью Алексея, я поэтому и попрошу, поскольку сегодня было заявление самого Петра Алексеевича, который это не поддерживает, поэтому я, опять же, вам аппанирую, что вы пытаетесь, как бы, слова, да, безусловно, одного из депутатов сделать позиции президента или с позиции... Я хочу понять, почему блок Петра Порошенко в данном случае выступает против того, чтобы разорвать политические отношения с Россией, утверждая, что Россия ведет войну с Украиной. Я согласен с Михаилом, действительно, блок Петра Порошенко, это, в принципе, блок, присутствует большое количество людей, причем представители различных политических течений, да и партий, потому что блок Петра Порошенко объединил ряд партий. Действительно, очень многие люди туда зашли с разными, несколько бывает и взглядами, бывает более ультра, скажем, некоторые, так сказать, более умеренные. Вопрос в том, что зачем было вообще заявление господина Винника, не совсем ясно, причем сразу же была оговорка его же и некоторых коллег, его депутатов от БПП, о том, что это не позиция президента. Было сказано буквально сразу же в течение какого-то небольшого времени. Исходя из этого, и плюс то, что говорит Михаил, что было заседание фракции, на котором обсудили, и большинство членов фракции БПП не поддержали инициативу своего коллеги господина Винника, для меня является тоже не совсем понятным, честно говоря, шагом. Или это действительно какая-то не совсем, мне кажется, продуманная, ну и я могу даже все-таки дать определенное оценочное осуждение, не совсем умная инициатива на сегодняшний момент господина Винника, который не поддержали более вдумчивые, наверное, сложно опять же дать какую-то оценку, депутаты БПП. Или это действительно какая-то, может быть, домашняя заготовка для того, чтобы где-то прокачать какую-то ситуацию. Почему? Потому что мы знаем, что есть общественное мнение, плюс должна быть встреча, достаточно серьезная встреча господина Волкера с российскими, скажем так, визаве, я так понимаю. И в этой ситуации, к сожалению, Украина, ну уже давно так произошло, из субъекта превратилась как бы в объект. И по большому счету, к сожалению, наше мнение на этот счет не сильно воспринимают. Так уж, к сожалению, происходит. Исходя из того, что вообще в целом происходит уже вокруг нашей страны, то, конечно, здесь, возможно, присутствуют какие-то определенные потуги, где-то, может быть, обратить на себя внимание и как бы поиграть какими-то, не знаю, даже рефлекторно, даже не мускулами, а мышцами, наверное, лица. Я бы так сказал. Почему? Потому что, по большому счету, это особо ни на что не влияет. Плюс даже позиция некоторых не очень высокого уровня представителей Российской Федерации, там, на уровне каких-то советников, были там определенные осуждения, что, ну, это, собственно говоря, исключительно находится в компетенции украинских властей, и, собственно говоря, это дело Украины. Разрывать там, не разрывать и так далее. Да. Исходя из этого, я думаю, что в большей степени это связано, наверное, с предстоящим визитом и встречей господина Уолкера, и, наверное, желание как-то, скажем, заявить о том, что вот мы здесь, тут где-то есть, где-то присутствуем. Не более того. Хотя, на самом деле, еще раз повторюсь, ни на что не влияет. И Российской Федерации, к огромному сожалению, и меня, как гражданин Украины, да, наверное, это понимает и господин Порошенко, принятие закона о реинтеграции Донбасса, честно говоря, плевать на этот закон. Не влияет, скорее всего, политически, вы имеете в виду? Абсолютно верно. Юридически, каким-то образом влияет вот этот статус, который гипотетически может быть признан в отношении России со стороны Украины, о разрыве дипломатических отношений, на текущую ситуацию в Украине, на, не знаю, там, передвижение граждан Украины в Россию, на какие-то другие нормы международного права, в конце концов. Вот как вы считаете? Ну, естественно, разрыв дипломатических отношений с Россией, он приведет к ухудшению, с одной стороны, положения наших граждан, которые сейчас находятся в Российской Федерации, это с одной стороны, с другой стороны, мы просто сжигаем мосты для переговоров с Российской Федерацией. А мы в любом случае, поскольку мы говорим о международных отношениях, мы должны вести переговоры, как бы нам не был неприятен партнер, но мы все равно должны с ним вести переговоры, находить точки соприкосновения. Возвращаясь к вашему вопросу о господине Виннике и его заявлении, я хотел бы сказать следующее. Ну, во-первых, действительно, у нас 450 депутатов и тем прекрасна наша страна, что у каждого депутата он может спокойно высказать свое мнение и при этом не бояться это высказать, как, например, в Государственной Думе Российской Федерации, где просто так ни один депутат ничего не скажет, даже пусть он из так называемой оппозиционной фракции. Это первый момент. Второй момент. Нужно сказать о следующем. Действительно, сейчас же дебутируется очень много резонансных тем, как, например, кредит Международного валютного фонда, статус непризнанных территорий и фактически ЛНР, ДНР и каким образом реинтегрировать эти территории обратно в нашу страну. То есть речь идет о том, что заявление господина Винника, прозвучавшее достаточно резонансно, фактически создает определенный дымовой шум, дымовый завес и просто переключает информационные потоки. Ну и кроме того, я бы не сбрасывал со счета обычное желание отдельного депутата заработать себе политический капитал. Вот когда мы в диалоге дойдем до высказываний министра иностранных дел Польши, о высказывании консула Польши в Украине, мы как раз будем говорить о том, что отдельные политики в нашей стране, в Польше, они всегда думают о своем политическом капитале, либо о политическом капитале, политической силе, которая не представляет. Любопытные статистические данные. С начала этого года граждане Украины стали значительно чаще ездить в Россию в сравнении с предыдущим годом. Это констатирует помощник главы Госпогранслужбы Украины, на секундочку, Олег Слободян. По его данным, за январь-сентябрь этого года, за этот период, Россию посетили уже 5,7 миллиона граждан Украины. Это более чем на полтора миллиона граждан больше, чем за весь прошлый год. Также помощник главы Госпогранслужбы заявил, что россияне также стали чаще ездить в Украину. На фоне этих статистических данных, вот возможный разрыв дипломатических отношений с Россией, я думаю, что может выглядеть не совсем логично. Правильно я понимаю? Не совсем вообще понятно, как оно все будет происходить. И на сегодняшний момент мы можем ездить в Российскую Федерацию со своим внутренним паспортом. Ездят абсолютно правильно, автобусы ездят. С юга Одесской области ездят прямые рейсы и так далее. Понимаете, просто я опять же, знаете, оценивать, я согласен с Михаилом, потому что многие депутаты Верховной Рады, да и не только местных советов, действительно зарабатывают себе какие-то очки. Но мне кажется, вот эти высказывания, все-таки человек, облеченного властью, народный депутат, по ним есть значение даже такой политической силы, он должен думать. Причем не только о своих очках, о своем капитале, все-таки о том, к чему это может привести. Потому что, мне кажется, эти высказывания, они только ухудшают ситуацию наших взаимоотношений, вернее, перспективу наших будущих взаимоотношений. Я в данном случае могу сказать, что я не претендую на знание международника, но я могу сказать вещь, которая мне очевидна. Почему, как бы, ну очевидно, что не согласилась фракция с господином Винником, да и, собственно, и парламент явно и не согласится. Если мы рассматриваем какие-либо пути возвращения Донецка и Луганска, кроме военных, то есть данное решение невозможно. Если, как бы, мы собираемся, а это, по-моему, объявили 90% политических сил нашей страны, то, ну, тогда нам необходимо вести очень сложные и тяжелые переговоры, чтобы российские войска, которые в большем или меньшем количестве находятся на Донбассе, оттуда ушли. Российская сторона уже заявила, что расценит возможный разрыв дипломатических отношений с Украиной. Таким образом, пресс-секретарь российского президента, господин Пескова, отметил, что подобный шаг ударит по процессу урегулирования ситуации на Донбассе. Вот давайте поймем, какой логикой руководствуется, в частности, руководство соседнего государства, с тем, что каким образом дипломатические отношения влияют на ситуацию в Донецке? Если мы не имеем дипломатических отношений, значит прямые переговоры невозможны. Поскольку Украина, естественно, не признает тех, так называемых, образования, которые появились на нашей востоке страны, ведет переговоры с Российской Федерацией. И по тем соглашениям, которые были заключены, они не являются сторонами конфликта, а это есть подпись Российской Федерации как реального участника военного конфликта на Донбассе. То есть, если мы отказываемся от прямых переговоров, соответственно, мы готовимся к войне. Я лично против. То есть, нужно понимать, что разрыв дипломатических отношений автоматически исключает вариант мирного решения конфликта. И в отличие заставления, заставления переговоров. Однозначно. Никаким образом. Ну, фактически, мы говорим, что в лучшем случае ситуация будет заморожена, в худшем случае она перейдет в горячую фазу. Но я бы все-таки хотел бы отметить, что то, о чем мы говорим, это определенный политический пинг-понг. Есть заявление, должна быть соответствующая реакция МИДа другой страны. То же самое, когда мы слышим периодически высказывания отдельных депутатов и Государственной Думы Российской Федерации, тут же наше Министерство иностранное дело оперативно реагируют на эти высказывания. Но я бы не хотел уделять такое серьезное внимание этим высказываниям, потому что они все равно не влияют на ключевую логику ведения переговоров. Понятно, что конструкция переговоров выстроена, начиная с 2015 года, с минских переговоров. Она не будет изменена, потому что, по сути, эта конструкция устраивает всех. Да, может быть, она не самая эффективная, но, по крайней мере, она позволяет постепенно приходить к какому-то общему пониманию выхода из ситуации. Пусть даже и конфликт носит и такой пролонгированный характер. С Россией все понятно и, в принципе, логично. Куда более любопытная ситуация складывается с нашими западными партнерами, я имею в виду ситуацию с Польшей. Здесь куда более нетривиальная ситуация. С обеих сторон, из польской, из украинской, власти явно начали манипулировать и апеллировать националистической риторикой, и не только риторикой. В польском селе Грушовичей снесли памятник воинам украинской повстанческой армии. В ответ Украинский институт национальной памяти приостановил процесс легализации польских мемориальных объектов на территории Украины и настаивает на расследовании фактов уничтожения украинских мест памяти в Польше за последние три года, то есть с момента победы Майдана. Польские власти уже заявили о запрете на въезд в страну некому украинскому чиновнику за антипольские высказывания. Речь, скорее всего, по мнению СМИ и экспертов, идет о господине Ветровиче, том самом руководителе Института национальной памяти. Есть и множество других не менее значимых, но показательных фактов взаимной нелюбви украинских и польских националистических кругов друг к другу. В итоге президент Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания консультативного комитета глав Украины и Польши. Михаил, вы верите в продуктивность этих переговоров? Безусловно, но если мы выведем за скобки с обоих сторон людей господина Ветровича, с которым я имел и личные достаточно жесткие дебаты на тему одесской истории. Он государственный чиновник. Он государственный чиновник, который пытается быть одновременно и политиком, и судьей, и прокурором, и адвокатом и так далее. То есть у него, как бы, ну, с моей точки зрения... Да, айтисемит просто. Ну, это как бы... По этому поводу они не общались. Ну, я знаю. Ну, так вот давайте о переговорах президента. А что говорить о том? Ну, а президент принял абсолютно правильное решение. Более того, как бы в Польше идут внутриполитические процессы, в том числе внутри партийная борьба. Там достаточно сложная ситуация между президентом и фактически руководителем парламент... Ну, главной, скажем так, силы парламентской силы. Там есть сложные процессы внутри. Как и у нас, собственно, мы об этом говорили. Наверное, даже более сложные, чем у нас. И, естественно, как бы это используют... Ну, если говорите господине Винники, который является народным депутатом, что он хочет сохранить свое кресло именно прямо сейчас, ну, им особенно-то и терять нечего. А вот если говорить о каких-то польских чиновников, и, возможно, о нашем, как бы, товарищи, даже чье имя не сильно хочется называть, то есть, возможно, они хотят показать свою нужность. Ну, то есть, я абсолютно убежден, что мудрости двум президентам хватит, что пойдут достаточно переговоры. И, естественно, в общих нашей истории, совместной истории и польской, и совместной истории с венгерской, и румынской, если мы будем дальше как бы идти, есть очень много разных страниц. И, естественно, мы с вами очень много можем теоретизировать на эту тему. Ну, естественно, мы можем сказать только одно, что на то событие, которое лично тебя не касается, для твоей стороны, ты можешь смотреть с какой точки, с любого угла, грубо говоря, и трактовать его таким образом или таким образом. Особенно, когда идут конфликты и проливается кровь. То есть, это есть в истории абсолютно любой страны. То есть, мы можем и в глубокую историю как бы вернуться, и в мифы, и в легенды, и так далее. Важно понимать, насколько президент влияет на ситуацию в националистических кругах Украины, которые, собственно, и инициировали этот конфликт. С момента начала революции достоинства, переворота, как угодно можно называть, выпустили джин из бутылки. Выпустили джин из бутылки, его создали. То есть, этих людей тренировали, готовили. Все эти организации, которые всегда, любая умная, скажем так, государственная власть, всегда их держат под присмотром. И всегда, понятно, они везде есть, националистические организации везде есть. Есть у поляков, даже у немцев есть, хотя у них очень жесткие законы, и там буквально за любые проявления уголовной ответственности на долгие годы. Все страны, европейские государства, всегда максимально внимательно присматриваются и держат под контролем свои националистические организации. И никогда их не подпускают, не допускают к власти. Потому что как раз соседские государства, либо какие-то враждебные государства, которые имеют определенные интересы. Потому что соседские, добрососедские отношения, это все, конечно, здорово, но, как правило, всегда есть определенные конкурентные моменты. И всегда нужно об этом помнить. Как раз всегда подпитывают и очень, скажем так, заинтересованы в том, чтобы вот в этой стране у тебя, как раз националистические организации, были максимально организованы, максимально еще и финансированы. Такое часто бывает. Вы знаете, польской стороне долгое время очень нравились высказывания такие очень интересные, я бы сказал, абсолютно, мне кажется, антиукраинские в итоге действия, которые были направлены против, допустим, взаимоотношений Украины и России. И что во многом, собственно говоря, то, что сейчас у нас в стране происходит, и в Крыму, и на Донбассе, это как раз потому, что подкидывали постоянно дрова вот этим националистам. Понимаете, теперь националисты с русскими разобрались, уже все, уже у нас дипломатические отношения разрывают, Крыма у нас нет, Донбасс, Луганская война, теперь уже к полякам переходим. Потом у нас еще Румына в Буковине есть в Одессе, еще у нас Венгрия в Закарпатье, и все, и все нормально. И господин Ветрович, я думаю, ждет статус прессу Монграда не только в Польше. Я думаю, что еще и в Румынии, потому что у них тоже есть великорумынские определенные аспекты, которые идут в конфликте с нашей страной. Да, Михаил, тут важно понимать, не новин господин Ветрович. Я вот в самом начале, ну, фактически где-то процентов 40 от спича Алексея Николаевича, я с ним согласен, я его расцениваю как правильную критику бывшего нашего президента Виктора Федоровича Януковича. И, в принципе, вот те вещи по нациалистическим организациям, которые в том числе подпитывались из отдельных крыл партии регионов и многое другое, об этом достаточно неплохо говорил господин Лукашенко в свое время. Что же касается, что не допускают националистические партии в европейских странах, тут я вот тут уж точно не согласен, поскольку, опять же, в отличие от стран, где это можно делать, ну, как бы административными методами, как это и происходит в России, что там, как бы, есть, как бы, на этот запрос, этот запрос, как бы, загоняется, и разными методами, назовем это так, то в Европе эти партии приходят, в том числе и к власти. Это сейчас, ну, я, ну, только сейчас, допустим, в Словакии в одном из регионов прошли перевыборы и убрали, ну, откровенно, скажем так, ну, уже нацистскую организацию из руководства целым регионом, а и при том, что они по-прежнему присутствуют в парламенте, право-радикальные партии, которые являются националистическими, сейчас пришли в коалиции Венгрии, ну, и как бы, и многое-многое-многое другое, поэтому, к сожалению, или к счастью, в демократии существуют только прямые методы, как бы, когда избирателям необходимо объяснять и добиваться, что партия не нашла. Вот яркий пример, чем Украина может гордиться, вот, что мне действительно приятно, это то, что партия Свобода, о которой я был абсолютно уверен, который пройдет в этот парламент и пройдет тот барьер, который есть, с учетом того, что мы потеряли Донбасс и Крым, где партия, ну, и, мягко говоря, не пользовалась поддержкой, барьер не прошла. Но есть один, нет, я, Михаил, буквально, но все эти нациалистические организации, о которой говорит Михаил в Европе, как правило, обвиняют власти государственные, и это риторика абсолютно всех официальных властей, что их финансирует Российская Федерация, лично Путин. Вот, вот. Кстати, вот первый инцидент, первый инцидент, который возник, который стал причиной обострения. В Австрии, в Чехии, в Словакии, в Венгрии, в Германии, да, их называют маргиналами, националистами, которые финансируют Кремль. Вот такой первый был, первый звоночек о том, что отношения между Украиной и Польшей серьезно обострятся, это стал, вот помните, взрыв гранаты возле польского консульства в Луцке, и тогда, собственно, посыпались склады объединений со стороны чиновников в отношении того, что это Россия. Я вам напомню, недавнее задержание просто людей, которые собирались взрывать венгерские памятники, которых СБУ фактически задержало с оружием и с планами и по поводу того, что и откуда как бы их отправили. Случайно это или система, вот Михаил, как вы считаете? А то, что, извините, то, что в России, извините, что перебиваюсь, а то, что в России действительно существует хорошо продуманная и хорошо финансируемая система по работе с крайне правыми и с крайне левыми организациями, ну так она есть, ничего, греха отойдет. Григорий, отвечая на ваш вопрос, давайте вот разложим по полочкам. Первое, безусловно, у любого народа, у любой нации есть политический нерв. И этот политический нерв, он искусственно или не искусственно, он должен подпитываться. Давайте посмотрим с вами. Многие из нас являются болельщиками, футбольными болельщиками, многие являются там болельщиками других видов спорта. Все почему? Потому что очень важно человеку пребывать в состоянии такого вот определенного ажиотажа. То есть когда вот есть наши, есть не наши, и мы болеем за наших. То есть это объективный процесс, который есть, присущий любому абсолютно народу. И не Польша, не поляки, не украинцы, не англичане, этому не исключение. Теперь следующий очень важный момент, который я хотел бы сказать. Проблему национализма и определенной подпитки со стороны властей можно рассматривать в двух проекциях. Ну, во-первых, очень часто, когда мы имеем дело с регулированными псевдодемократиями, ну, например, как в Российской Федерации, так, либо, например, как мы имели дело еще во времена предыдущего президента Виктора Федоровича Януковича, партии с националистическим толком, они использовались для чего? И почему они подпитывались? Для того, чтобы фактически у людей была альтернатива. Либо вот партия с радикальными взглядами, либо умеренная партия, партия регионов. И на этом контрасте партия регионов, естественно, завоевывала голоса. То есть важно искусственно создать противника. Но, кроме того, есть и объективный процесс. А именно, мы видим, что в Европе неспокойная ситуация. Есть очаги национализма, которые возникают в разных странах и которые служат процессом дезинтеграции в Европе. И что же мы, по сути, видим? Что фактически приход партии и легитимация, и легализация партии в рамках национальных политических систем, она происходит в силу вот этих вот бурно развивающихся миграционных процессов. Когда в общем в Европе государства и европейские народы недовольны сложившимся в укладах. Это подпитывает эти националистические партии, которые так или иначе приходят к власти. То есть этот процесс, в принципе, объективный. Но здесь мы видим, что националистический фактор в государственной политике Украины выходит на первый план. Кстати, я прошу прощения, что я спередаю. Очень важный момент в отношении Российской Федерации. Дело в том, что еще во времена Советского Союза Россия проводила, по сути, ту же политику. Но тогда коммунистическая власть подпитывала партии с таким радикально коммунистическим уклоном. Потому что тогда был тренд на ливизну. Сейчас же никого, по сути, идея, социальная идея, по сути, не интересует. Сейчас самое актуальное – это идея национальная. Поэтому Российская Федерация зачастую как раз и подпитывает организации с таким националистическим праворадикальным уклоном, потому что они в тренде. Ну вот здесь же… Митро еще платит Путин, тогда зарплату по идее. Хорошо. Давайте у нас буквально три минуты остается. Хотелось бы обсудить вопрос, который мы заложили в интерактив. Польша, Россия, понятно, Венгрия испортила отношения. Уже заявила венгерская сторона, что она всячески будет блокировать не только европейские устремления Украины, но и путь Украины в НАТО, о чем так сейчас активно ратует президент. Румыния более сдержана, но, тем не менее, на уровне Венецианской комиссии, Парламентской ассамблеи, Совета Европы она тоже всячески блокирует любые инициативы Украины, потому что не найдено понимание в отношении закона об образовании. Вам не кажется, что Украина, по сути, сама себя изолирует от соседей, неграмотно пользуясь политической ситуацией? Ну, смотрите, та страна, которая со всеми латит, которая рассказывает, какие все молодцы, это может себе позволить, наверное, только Швейцария, но, опять же, если мы вернемся к истории Швейцарии, там тоже были разные моменты в ее истории, разные ситуации, и они, в конце концов, просто уже признали те границы, которые есть, и сказали, что нам больше ничего не надо, и ни во что вы не вмешиваемся. Украина — страна, которая находится в той части Европы, которая обуреваема целым рядом конфликтов, и в целом ряде территориальных изменений в двух мировых войн наша страна приняла участие. Я уже даже не буду брать события, которые после 2014 года и с российской агрессией. Мы не можем себе позволить такую ситуацию, как Швейцария. Нам надо отстаивать свои интересы и помнить, что в споре рождается истина. И как я вот сейчас в Польше, как бы сейчас градус поднялся, сейчас как бы я абсолютно убежден, что после встречи двух президентов ситуация начнет смягчаться. Точно так же я думаю, что со временем это произойдет и с Венгрией, и с Румынией ситуация вообще как бы, слава Богу, не зашла так далеко. То есть это нормальный политический процесс. Да, безусловно, есть ошибки, есть как бы крайние заявления. И с нашими крайне правами, но мы от них никуда не денемся. Единственная возможность как бы потерять их из украинского политикума — это объяснить избирателям, в первую очередь Западной Украины, что это не их выбор. Не выбор Украины, не европейский выбор. На самом деле, для этих партий европейский выбор никогда не был. Что уже, опять же, подчеркну, что к моему большому удивлению и к большей моей радости это получилось. Когда они перестанут везут в Польшу, вот тогда они почувствуют это. Фактически фашистская партия свобода. То есть это говорит о том, что это возможно. Потому что нас, жители Юга Украины, приучали к мысли о том, что там нельзя иначе, вот там они такие, вот они такие, мы такие, ничего им объяснить не получится. Ну и, по крайней мере, со свободой получилось. По крайней мере, на этих выборах. По минуте каждой. Я скажу, что на сегодняшний момент, однозначно, президент Украины, наше правительство и Верховная Рада, в большинстве встаем, потому что большинство принимает решения. Да и, собственно говоря, если говорить о Министерстве иностранных дел, мне кажется, занимают абсолютно антиукраинскую позицию и делают все, чтобы только усложнить ситуацию в нашей стране и ее международное положение. Вот и все. Почему? Потому что, имея изначально такой запас, такой багаж, доверие, помощь и поддержки от наших западных партнеров в лице Польши, Венгрии, ну, в Сумунии ситуация такая, но в лице, прежде всего, Польши, которая была, ну, просто была таким нашим адвокатом и проводником в европейском сообществе. Мне кажется, это надо, знаете, очень постараться. Потому что принимать вот эти абсолютно бестолковые, ненужные, которые только, видите, вот, просто, во-первых, создают огромный разлад в нашей стране внутри, да еще и создают напряженные отношения с нашими ближайшими соседями и союзниками, да еще в той ситуации, которую мы очутили с Российской Федерацией. Неужели прям сознательная, сознательная такая деятельность со стороны правительства и президента Украины? Ну, а как это по-другому назвать? Ну, зачем это не ошибки, как Михаил говорит? Ну, эта система уже настолько ошибки, что это говорит уже либо о беттиотизме, либо о действительно сознательном шаге и решении. Очень коротко, Григорий, я хотел бы сказать следующее. Несколько лет назад, мы помним, разразился скандал, когда выяснилось, что секретная служба Соединенных Штатов Америки прослушивает офис канцлера Германии. И ничего. Что от этого, условно говоря, ФРГ перестала быть союзником Соединенных Штатов Америки, они перестали струничать? Нет. Все почему? Не потому, что немцы и американцы – большие друзья. Вообще, дружбы в жизни, а в политике тем более, зачастую ее не существует. Речь идет об общих ценностях и общих интересах. Я убежден, что вот этот примат общих ценностей между Украиной, Польшей, Румынией и Венгрией, он выше любых вот этих вот тряск, потому что эти государства понимают, что они нужны друг другу именно в этот конкретный исторический момент. 86% наших телезрителей все-таки считают, что подобные дипломатические конфликты, которые мы сейчас рассмотрели с вами – это путь к изоляции. И, соответственно, 14% тоже, собственно, излучают оптимизм, как и вы, Михаил. Можно ли расценивать его как путь к изоляции? В долгосрочной перспективе или нет? Ну, опять же, я вот не совсем согласен с формулировкой вопроса, потому что на вопрос дипломатический конфликт – это путь к изоляции, конечно, да, дипломатический путь к изоляции. Дважды, два, четыре, четыре. Это ведь конфликт. Ведь это конфликт. Некорректно. Может, ситуативный, может, недопонимал. Честно скажу, ну зачем это сделать? То есть, понимаете, это же ведь не то, что мы здесь там сидим и обсуждаем, нравится нам красный свитер или зеленого цвета. Нет, это серьезные вещи, общая история. Причем, действительно, у нас очень непростая история взаимоотношения с поляками, с теми же Венграми, с теми же Румынией. Они, допустим, ну, если, допустим, почитать их учебники школьные, почитайте, как они трактуют нашу историю, летели на, допустим, исторические действия, сражения либо определенные процессы. В общем, по-разному, абсолютно по-разному, понимаете? И когда, допустим, у нас у власти появляются люди с такой, знаете, ну, не то чтобы украинской риторикой, она должна быть действительно украинской историей, но она, знаете, вот такой становится великоукраинской, причем уничижительной в адрес наших соседей. Конечно же, она будет создавать конфликтные ситуации и будет только подпитывать те высказания, которые себе позволил, допустим, вице-консул Польской Республики в Луцке, например, понимаете? Вариант КАЦ предлагает сдаться для, ну, то есть, я мягко говорил до этого про Швейцарию, то есть, на мой взгляд, точно так же не приемлен. В Фории рождается истина. Безусловно, с дипломатическими конфликтами, ну, по крайней мере, вот целый ряд событий, которые мы обсуждали, с моей точки зрения, но они на это, мягко говоря, не тянут. А то, что, опять же, будут находить общий язык и, опять же, ну, а то, что разные страны, когда особенно участвовали в войнах друг с другом, естественно, в своих учебниках будут писать разные вещи, но это же еще разные вещи. Григорий, очень коротко. Вы знаете, в начале сентября, когда был в Кракове, в том числе, общался с представителями Европейского парламента, Европейской комиссии, даже некоторыми политическими деятелями Польской Республики, я хочу сказать совершенно уверенно, что есть однозначная поддержка Украины в политическом эстеблишменте не только Европы и не столько Европы, и в том числе, как раз, Польской Республики. Спасибо, уважаемые гости, за то, что пришли в студию, обсудили эту актуальную тему. Приходите еще. Спасибо. Счастливо. Оставайтесь репортером. Увидимся.